Не переживайте. Главное то, что ребенок уже живет в доме. Вы представляете, что вы сделали? У меня хоть и не единственное, но... Это моя кровля, это моя опора. Галина благодарит Дмитрия Луханина за спасение ее 14-летнего сына. Константин, так зовут паренька, который чуть было не погиб на первом пруду. 10 июля в 11-м часу утра он с приятелями пошел купаться. Рядом с мальчишками отдыхал Дмитрий. Внезапно из воды выбежала девочка с криками «Костя утонул, помогите!» Я без раздумия прыгнул сразу в воду. Тут же рядом пожилая компания отдыхала. Тоже мужчина помогал, женщина, пенсионерка. Тоже кричала «помогите!» И со стороны дороги прибежал тоже еще один мужчина, начали нырять. И я раза три-четыре нырял. И вот чисто случайно ногой зацепил парня и вынырнул. Сказал то, что он здесь, на этой глубине, и обратно нырнул, вытащил его. Константин был под водой около пяти минут. Когда его достали, он не дышал. Пока Дмитрий приходил в себя, пытался отдышаться, другой мужчина делал искусственное дыхание. Через минуту у утонувшего паренька появилось дыхание. Затем карета скорой помощи увезла его в реанимацию. О выписке из больницы в ближайшее время речи быть не может. Радует одно – парня перевели в обычную палату. Он пошел на поправку. Стабилизировался, мозг у него не пострадал. Частично там, маленечко, еще заторможенность есть. Бронхит поставили с инфекцией. И на почке, конечно, дало ему сильно. Дыхательная система показывает, что он еще не может глотать. У него прямо блокирует. Не может он проглотить. Но оказывают помощь капельницы. Все, все, все. Лечение хорошее. После этого инцидента Константин уверовал в Бога. Он слезно просил маму уговорить своего спасителя Дмитрия стать крестным папой. Крестным отцом? Да. Он прямо очень присыл. Он у нас всегда был категорически против того, чтобы креститься. Он сказал, что да, мама, я понимаю, что мне действительно нужно креститься. Я очень хочу, чтобы Дмитрий стал моим крестным. Как вы это смотрите? Да. Вы согласны? Это, конечно, большая ответственность. Но буду за ним просматривать. Далеко не все подобные истории завершаются хэппи-эндом. В этом году на водоемах Пермского края уже утонули 9 человек. В том числе 3 ребенка. Сейчас сотрудники МЧС разыскивают второго участника спасения Константина. Для выражения мужчинам особой благодарности за героический подвиг. Главное управление МЧС России по Пермскому краю разыскивает мужчину, проводившего реанимационные действия по спасению ребенка. Мужчина будет накражден за смелый поступок. Мужчину просят позвонить в ГУ МЧС по телефону 8 34 22 58 40 01, добавочный 492 или 8 922 340 30 30. Спасатели также напоминают родителям, не стоит отпускать своих детей купаться без присмотра взрослых. Сергей Каленик, Степан Екрасов, Новости Верхнекамья.